О Конституции сейчас много говорят и будут говорить еще больше, потому что 20 лет уже прошло. Что эти 20 лет нашей жизни? Можно многое говорить. Интересно послушать отца-основателя. На самом деле, когда кто-то перед вами появляется, и нужно выдержать испытания от таких определений, отец-основатель Конституции, историческая вечность. Я все время думаю о том, что путь к успеху жизни, путь профессиональной доблести, путь к радостной, благостной жизни, независимо от того, в каком возрасте мы живем, в первую очередь зависит от того, есть ли у нас чувство юмора, и есть ли у нас способность к самоиронии. Причем, вот у вас есть чувство юмора, как вы говорите? Станислав. Станислав. Есть прекрасные люди, девчонки, мальчишки, которые умеют хохмить, умеют создавать такое жизнерадостное настроение. Но у них почему-то это хорошо получается по отношению к другим. Они хорошо видят ситуацию, как-то ее с улыбкой интерпретируют, но чувство юмора без него в жизни ничего добиться нельзя. Если оно не помогает сформировать способность к самоиронии, у меня была такая ситуация, и я никогда не знал, что могут соединиться Токио, столица Японии, и Челябинск, столица Южного Урала. Я много езжу по миру, и есть у меня такая программа «Диалог университета». И вот однажды в Токийском национальном университете у меня большая встреча, актовый зал, где-то преподаватели, профессоры. И рептор, представляя меня, переводчик, мне это все помогает услышать понятия, говорит, вот, коллеги уважаемые, и сегодня у нас Геннадий Бурусов, ближайший соратник Бориса Ельцина, первого президента России, государственный секретарь, один из соавторов вот этой фундаментальной трансформации Советской империи в новую Российскую государство. Ведена историческая личность. И я растерянся, потому что поддержанные японские интеллектуалы, эмоции которых всегда скрытые и общение которых всегда максимально корректно. И вдруг, значит, я, Гешка Бурбулес, значит, родившийся там, на Урале, заводской мальчишка, с всей вот этой культурой уральской заводской следы, историческая личность. И я про себя думаю, как же он не реагирует. Отмолчаться нельзя, не поначалу. А всерьез это принять тоже нельзя. И я сказал следующее, и я думаю, что с удовольствием сегодня вам это повторюсь. Я сказал, что вот сейчас меня представила моя историческая личность. Что бы я должен в ответ на это, как я должен себя сейчас вести? И в какой форме, в какой манере я должен с вами общаться? Потому что перед вами человек, который творит историю своей страны, мирового сообщества, который принимал активнейшее участие в анализе, в оценке, выработке решений долговременно-стратегических. И в этом отношении не только творец, но и еще ответственный за все, что было сделано. Первый мой импульс был возразить, отказаться, потому что но я все-таки соглашусь. Я действительно историческое общество. Но не в том смысле, что вот меня зависит сегодня положение России и мире, и зависит глобальная мировая политика. не в том смысле, что я и мои соратники сумели какой-то качественный неповторимый вклад внести в ход истории нашей страны и мира в целом. Я историческая личность в том смысле, что каждый из нас с вами, кто сегодня сидит в библиотеке лучшего лицея Российской Федерации, является исторической личностью. Потому что каждый из нас с вами творит историю прежде всего своей собственной жизни. И то, как мы это делаем ежедневно, ежечасно, ежеминутно, то, как мы себя в этом процессе жизнедеятельности и жизнетворчества реализуем, воплощаем, от этого зависит, как будет складываться жизнь в Челябинске, как будет складываться жизнь в России в 21-м лета, и как будет эта жизнь в России влиять на события глобального мира. Мы, каждый из вас с вами, историческую личность. И было бы хорошо, если бы нам удалось сегодня с вами вот в диалоге эту фундаментальную истину о смысле и сути личного бытия, личностного бытия как-то обсудить. Моя конституционная вера. Когда Александр Евгеньевич не сказал, что есть возможность 24-го числа нам здесь встретиться, и было бы хорошо вспомнить, как в принципе создавалась институция Российской Федерации в 27-м футболе. в декабре 12-го числа будет отмечать все свободолюбивое население России. И я сказал, что давайте, давайте, это здорово, это интересно, значит, ничего, что я в 5 утра преречу, значит, и не смогу сделать пробежку утреннюю, но вот в 9.55 мы это дело начнем. Сказал, что давайте поговорим по такой для меня принципиальной жизненной позиции и тему нашей встречи мы назовем «Моя конституционная вера». Я человек не религиозный, но так сложилось. семейная среда, социальная среда. В принципе, мое поколение мы дети атеистической идеологии. Советский Союз, 50-е годы и сегодняшний день. Но я человек верующий. не принадлежу никакой конфессии. Очень, очень, я бы так сказал, переживающим образом общаюсь с истинными верующими, независимо от того, какой религии они принадлежат. мне все время хочется проникнуть в эту тайну подлинной веры. И если у человека есть такая возможность, он приобщен к буддийской культуре, христианской культуре, исламской культуре. Мне он всегда безмерно интересен. Это в каком-то отношении богатый человек. Потому что в его картине мира, в его мировоззрении, в его убеждениях, его взглядах, его поступках есть какое-то основание, есть какой-то фундамент, которого по разным причинам многие из нас решили. Я верю в нравственную гармонию Вселенной. Я верю в то, что каждый человек это полномочный представитель Вселенной на планете Земля. Я верю в то, что промысел создателя, потому что потребить слово Бог пока преждевременно, но мы созданы. Мир создан, планета Земля создана, в целом мироздание имеет свое какое-то не до конца распознанное начало. Промысел создателя заключался в том, чтобы появился мыслящий дух. Сегодня он представлен на планете Земля более очевидно более достоверным. И вот эта формула, эта метафора, что каждый из нас с вами полномочный представитель всей Вселенной, она для меня очень принципиально важна. Да, жизнь каждого из нас это чудо и тайны. Чудо, потому что с каких-то бесконечных миллионов случайностей встречаются наши папы и маны, и еще больше бесконечных миллионов чудесных превращений рождаемся мы однажды и навсегда. Чудо, рождаемся однажды и навсегда. Потому что жизнь это творчество. И вот это предназначено створить какую бы профессию мы не выполнили, в каком бы сейчас настроении мы не находились, какие бы у нас трудности, проблемы, огорчения не были текущие. Мы должны научиться себя воспринимать как творцов своей собственной жизни, научиться дорожить каждым днем, поскольку это и есть базовая ценность Конституции Российской Федерации образца 93-го года. Человек, его права и свободы являются высшей целистой. Статья 2. ранее признание соблюдения и защита прав и свобод человека и гражданина обязанность государства. стати как бы я не ликовал того, что Конституция России разглашает человека высшей ценности, а это произошло впервые в тысячелетней истории нашей Родины. До 93-го года, до 12-го декабря. Высшей ценностью нашей истории была государство. Была то, или иное мере организованная власть. в 93-м году, совсем-совсем незадолго до вашего рождения, до вот чуда вашего встречи, это ценность с точки зрения жизненной стратегии, с точки зрения базового принципа, с точки зрения абсолютного, необсуждаемого образца нашего миропонимания, она отсутствует. Чтобы суть вот этой моей Конституционной веры вам передать, я расскажу сейчас одну притчу, и потом предложу оценить некоторые события исторические, которые связаны с мучительным, отчаянным и героическим процессом формирования истории России идеи священной идеи конституционализма. А притча такая, может быть вы ее знаете, но ничего, освежим поведения. Когда Господь лепил из глины человека, вы знаете, что такая была лептеза, когда он это трудное, благородное, святое дело завершил, перед ним было его создание, человек, у него остался кусочек глины. Господь спрашивал счастливого, первозданного человека, что бы ты хотел, чтобы я слепил из этого оставшегося кусочка глины? человек немного подумал и сказал, пожалуйста, слепи на несчастье. Господь посмотрел на него, положил ему этот кусок глины в его воду и молчил дарится. Высшая форма человеческих устремлений быть счастливым, научиться быть счастливым. Эту вот эту мечту, эту надежду, эту даже страсть. В истории человечества сотни мыслителей, сотни художников старались воплотить своих произведений. Кант прямо говорил, что каждый человек обязан быть счастливым. давайте сегодня зафиксируем 24 октября 23 октября и зададим себе вот этот простенький такой юношеский лирический романтический вопрос. Что значит быть счастливым? Как можно стать счастливым? и можно ли свой путь к счастью личному отложить на несколько дней, отложить на несколько лет? Можно ли полноценно жить планами далекими на будущее? А сегодняшний день сегодняшние обязанности сегодняшние свои поступки рассматривают как ну такую скучноватую принудительную обязанность терпеть 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 потому что там впереди счастье впервые в современном звучании деятельности персонализма в истории России она была пережита и сформулировала как государственная задача Александром Пятковым еще в 1808 году в Эрфурте состоялась встреча долгожданная встреча нашего царя с Наполеоном причем до сегодняшнего дня историки не уверены как бы развивалась судьба России и Франции в смысле всего мирового сообщества если бы результаты той встречи были немножко так потому что тянулись наши культуры тянулись наши державы тянулись главы этих огромных историко-культурных национальных ареалов друг друг и когда сам первым вечером молодого Михаила Спиранского спросил ну что Михаил Михайлович как вам если по-свойски как вам эти французы Спиранский сказал люди у нас лучше а уложения у них лучше имея ввиду те законы те нормы те правила управления государством и здесь не значит разных социальных групп по отношению к тем что было в России и получил задание иранские подготовить для царя программу государственного переустройства принимая прежде всего внимание вот достижение уже правовой цивилизации европейского стима декабристы которые вышли на Сенатскую площадь и в конце концов понесли суровое наказание за это дерзкость в том числе приговоренные к смертной казни а еще пести муравьев каждый из них возглавляя южное и северное общество всю свою программу выразили в проектах конституции у одного Россия виделась как унитарная республика а второй считал что более адекватным государственным и общественным устройством для России может стать конституционной монархией на федеративной основе представляете какое в умах этих выдающихся людей которым совесть не позволяла терпеть условия жизни свои собственные народа близких родных и инструментом для того чтобы эту жизнь изменить с точки зрения их идеалов с точки зрения их нравственности с точки зрения их понимания о чести и должности они предлагали в проектах институции я пропускаю дальнейшие очень интересные по драматизму и по тонкости такого правового и социально-культурного оформления идей как можно Россию спасти от отсталости макобесия и государственной жестокости и мы обязаны с вами сейчас заглянуть в ситуацию начала века как рушилась царская империя и как складывалась советская империя через большевистские захваты научно-кинки вы хорошо знаете что Российская Федерация в 18 году под диктовку Ленина большевистской диктатуры принимает конституцию 18 года Российской Федерации. Опять конституция. Получается, что независимо от того, с какими идеями, с какими взглядами, с какими убеждениями, идеалами историческая личность, общественные дети вступают в эту задачу реформирования, преобразования, все так или иначе стараются эту точку опоры обрести, правовую основу жизни и мироустройства, которое они хотели бы и защитить, и реализовать. Причем конституция 18-го года была в этом отношении потрясающе беспощадной. Там практически были проигновированы все классические ценности конституционного разделения властей, прав человека, демократический механизм выборности управления. Она была демонстративной конституцией, победившей жестокое, репрессивное поле. И вся гражданская война, и весь вот этот заряд катастрофы антропологической, которая, на мой взгляд, сопровождала всю нашу советскую историю с 17-го года, он уже был тогда там. Когда в июне 91-го года, впервые в тысячелетие истории России, состоялись всенародные, свободные, честные выборы первого президента нашей республики, Борис Михайловича. А я, как историческая личность, там обязан был присутствовать. Я руководил этой избирательной компанией. Базовым в программе Ельцина пунктом был разработка и принятие новой конституции России. Иногда говорят, что конституция 93-го года Ельцинская конституция. Я сам, как бы, принимаю эту формулу. Она является справедливой по отношению к роли и вкладу Бориса Николаевича в весь этот процесс конституционного преобразования. Но это не точно. Это такая метафора историк культуры. По определению и по своему предназначению конституция – это всегда результат коллективного творчества. И сейчас, 20 лет спустя, мы снова с вами возвращаемся к этой сфере задачи. Мы должны осознать необходимость коллективного конституционного творчества. Найти в этом самом, на мой взгляд, гуманном виде коллективизма за всю историю человечества свое место и обрести эту опору уже своей жизнью для себя. В чем моя конституционная вера по существу? Я верю в силу человеческого добра. Я верю в способность нас познавать мир во всех его бесконечных, неизведанных еще сложностях. Я верю в красоту. Я верю в гармонию между человеческими устремлениями. Я верю в плодотворный диалог поколений. Я верю в то, что люди научатся в какое-то время жить под руководством одухотворенной власти. Я верю в том, что существует у каждого человека способность обрести свою, и не только ему присущую, мудрость. И в основе этой мудрости будет лежать то открытие, которое он для себя сделал. Это распознать свои способности, это реализовать свое призвание, тем самым свое предназначение осуществить. То есть мы же полномочные представители Вселенной. Мы же каждое мгновение свое олицетворяем всю энергетику, всю творческую энергию мироздания. Мы каждый день с вами так или иначе переговариваемся с планетами, со звездами и на уровне микро, и на уровне макро. Даже если это происходит в форме небольшой дружеской потасовки, на предмет того, был гол в ворота или не был гол в ворота. Значит, толкался атакующий или он корректно себя. Еще одну притчу хочу рассказать, а потом будет такой, знаете, запланированный сюрприз. Мы поговорим уже в диалоге. Эта притча называется притча о шарском соборе. И вы, наверное, уже чувствуете, что вращение мое к притчевой форме мышления, оно сознательное. Потому что есть правильные, сухие, научные выводы. Чаще всего, к сожалению, коммунитарные науки, социальные науки, общественные науки, вот их демонстрируют нам в такой форме обезличенно, бездушно. А притча – это такое сочетание глубины, мудрости, образности и точности. Вот развивая в себе способность к притчевому мышлению, мы Богом учимся. У меня, кстати, интересна такая гипотеза, что люди, одаренные к математическому творчеству, они по какой-то своей глубинной сути, им открывается какая-то удивительная тайна организации нашего мышления. В этой красоте математического мира, там, по-моему, каждый раз, когда они добираются до новой формулы, это немножечко напоминает философа, который способен на мысль притчевому мышлению. Итак, притча о Шаркском соборе. Шарктр – предместе близ Парижа. Известная сегодня тем, что и туда возят множество поклонников туристов, что там средняя века уже, наверное, не только скроется с ароматом. Путник, проходящий мимо, не знает, что здесь делается, видит, что люди таскают тачки с камнями. О, организована, вот, кто-то камни наложил, кто-то ее привез, куда-то ее, там, с салью. И он спрашивает первого, кто к нему привезли. Слушай, что ты делаешь? Что не видишь? Я таскаю тачки с камнями. Парни, слушай, что ты тут делаешь? Ты что, не видишь? Я зарабатываю себе на пусты. Тритий, пятый, десятый. И, наконец, слушай, что ты здесь делаешь? Какой ответ послышал? Я стою. А, молодцы. Молодцы. Я строю с собой. Оказывается, каждое мгновение таскает тачку. А это может быть все, что угодно, с точки зрения физической реальности. Все, что угодно. Читать, гулять, влюбляться, зарабатывать какие-то деньги на каникулы. Все, что угодно. Помогать родителям, ухаживать за братьями и сестрами. Побеждать на ненеглядах. Осуществлять солидарную какую-то поддержку друг друга в условиях, скажем, проблемных и конфликтных ситуаций. При этом мы зарабатываем на жизнь, имея в виду, что не всегда материально, денежно. Потому что каждый прожитый день наш это капитализация нашей собственности. Мы становимся в течение дня либо беднее, либо богаче. И моя конституционная вера отличается в том числе убеждением в том, что мы можем научиться каждый прожитый день капитализировать свое богатство. Интеллектуально совершенствуя познавательный свой аппарат. Нарвственно-духовно развивая и постоянно как бы ответственно соблюдая некоторые заповеди человеческого общежития. Заповеди, которые в конституции записаны так же, как записаны эти заповеди в Библии. И в этом плане я отстаиваю формулу, что наша конституция является гражданским священным писанием, гражданской библии человечества для белосийского населения. Но одновременно мы строим собор. То есть мы создаем тот самый свой внутренний мир, ту самую внутри себя духовную силу, которая помогает нам справляться с ленностью, держать данные слова, добиваться каких-то положительных результатов в поставленных задачах на неделю, на месяц. И это крылатая формула, что у каждого из нас дорога к храму она есть дорога к своей душе, к своей совести. И наш храм это то, что мы создаем каждый день своими собственными постами. Мы многонациональный народ Российской Федерации, объединенный единой судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие. Чтя память предков, завещавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, осознавая себя частью мирового сообщества, утверждая заботу о настоящих и будущих поколениях, принимаем Конституцию Российской Федерации. Чувствуйте молитвенный дух этого текста, молитвенный по ритму, по энергетике, по смыслу, который этими словами не ограничивается. Все люди от рождения равны в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. Это первая статья всеобщей декларации прав человека, которая была принята 10 декабря 1948 года на Генеральной Ассамблее ООН как выстраданный мировым сообществом опыт жизненный по итогам Второй мировой войны. Я называю декларацию прав человека гражданской библией человечества. Но наша конституция в своей базовой главе номер два права и свободы человека гражданина она полностью опирается на этот духовный продукт человечества. В этом плане мы с вами сегодня обладаем может быть самой совершенной конституцией среди 195 государств которые имеют писанные тексты конституции и могли бы и должны были бы этим справедливо гордиться. Моя конституционная вера заключается еще в том, что надо уметь беречь время и вот как бы я сейчас не возбуждался как бы мне не хотелось многое вам сказать есть диктатура времени Александр мне уже там крутит сигналы не, это просто перерыв сейчас крутит сигналы давайте мы сделаем так я же человек как бы вверх я готовил на сегодняшнюю встречу и сейчас возьмите вот в этой сумочке вот в этой сумочке книгуречке карти по книжечке здесь она так вот решаем номер тридцать один города Челябинс школа то это Софья Дестонс которую я сформировал Моя конституционная вера встреча диалога в конце в конце